Мой депутатский запрос адресован первому заместителю премьер-министра, министру финансов Смаилову Алихану Асхановичу. Во время рабочих поездок по региону были подняты некоторые проблемные вопросы в связи с внедрением с 1 января 2020 года самостоятельного бюджета местного самоуправления в административно-территориальных единицах численности населения менее 2000 человек. Полный текст запроса на четырех листах с приложением таблицы кратко суть депутатского запроса. 1. Касательно вопроса формирования и утверждения и уточнения бюджетов местного самоуправления. Принятие единым решением бюджетов сел и сельских округов приводит в зависимости бюджета одного сельского округа от другого и утрате самостоятельности, так как необходимость уточнения бюджетов сел и сельских округов может возникнуть в различные периоды времени. В целях упрощения бюджетных процедур и расширения самостоятельности местного самоуправления при перераспределении средств между бюджетными программами без увеличения общей суммы бюджета предлагается сельский округ наделить правом самостоятельно проводить уточнение бюджета на собраниях местного сообщества без рассмотрения на соответствующие бюджетные комиссии. Второе. В районах и сельских округах имеются дороги, не принятые в коммунальную собственность, бесхозные. При этом мероприятие по обслуживанию и текущему ремонту дорог, не состоящих на балансе, является нарушением бюджетного законодательства, в связи с чем требуется оформление правоустанавливающих документов. Аналогичная ситуация сложилась с паспортизацией сельских водопроводов и объектов электроснабжения, парков, скверов. Для решения данных проблем предлагается разработать нормативную правовую базу по закреплению тех или иных объектов в разрезе сельских населенных пунктов, не имеющих правоустанавливающих документов, утвердив ее местным исполнительным органам районов и городов, либо разработать упрощенную процедуру принятия на баланс объектов общего пользования на основании постановления Акимата района, решения Акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, без права устанавливающего документов, что будет являться основанием для использования бюджетных средств. Третье. В настоящее время Акиматы сельских округов не имеют доступ к базам данных у полномоченных органов, необходимых для полного охвата объектов, для налогобложения и контроля уплаты налогов в четвертый уровень бюджета. Поэтому необходимо решить вопрос по обеспечению доступа аппаратам сельских округов к базам данных по транспорту, в том числе по тракторам, специальной технике, по недвижимости, земле. Четвертое. При формировании и уточнении бюджета местного самоуправления основную работу выполняют отделы экономики, финансов районов и городов области, что приводит к дополнительной нагрузке. Кроме того, на них возложены все процедуры по разработке проекта решения Маслехата о бюджетах городов районного значения, сел сельских округов и их регистрация решения в органах юстиции, что также подтверждает отсутствие принципа самостоятельности органов местного самоуправления. В связи с чем, в том числе, в целях сокращения времени государственной регистрации, функций по разработке проекта решения Маслехата и последующую регистрацию решений в органах юстиции предлагается возложить на аппараты Акимов сельских округов. И пятое. В настоящее время в целях расширения налогооблагаемой базы рассматривается вопрос о дополнительной передаче поступлений в бюджет и местного самоуправления от единого земельного налога, платы за пользование земельными участками, продажи земельных участков, платы за продажу права аренды земельных участков и другие. В случае передачи вышеперечисленных налогов необходимо решить вопросы в отделении дополнительной штатной численности юристов для выполнения функций по заключению договоров и проведению аукционов, перераспределения функций между районами и сельскими округами, по функциональному закреплению, проведение аукционов по продаже и аренде земельных участков. Но это непростой вопрос. Требуется знание определенной навыки. В целом, предлагается рассмотреть 11 проблемных вопросов, изложенных в виде таблицы, с продолжением путей их решения, в том числе посредством внесения изменений и дополнений в соответствующие нормативно-правовые акты, в проложении на 12 листах. С уважением, Эдинбек.